Этот необычный с виду контейнер для сбора мусора на самом деле целый пункт приема вторсырья. Внутри сразу шесть отсеков, предназначенных для раздельного сбора мусора, включая контейнер для приема ртуицодержащих ламп. Временный пункт приема вторсырья расположился в Кировском районе, рядом с домами по импольской 14 и 14А. Контейнер установили три дня назад. Местные жители инициативу оценили. Я проходила мимо и увидела, что есть такой пункт сбора батареек, аккумуляторов. Мне очень это понравилось, чтобы не надо никуда ездить рядом с домом, в сущности. Ну и я принесла. Временный пункт приема вторсырья на импольской пробудет до конца недели. Затем акцию подхватит Дзержинский район. И так поочередно временные контейнеры проедут через все районы Перми. Таким образом городские власти решили популяризировать у населения раздельный сбор мусора. С каждого района будет собираться мусор, причем не простые фракции твердых коммунальных отходов, а включая первый-четвертый класс опасности. То есть будут собираться уже и пластиковые бутылки, и жестяные банки, и батарейки, и ртутные лампы, которые уже отработали свой срок. Автомобильные покрышки, тот же картон, бумага. Пермики привыкают к раздельному сбору отходов. В городе уже действует 28 постоянных пунктов приема вторсырья, а более 600 контейнерных площадок в жилом секторе оборудованы отдельными емкостями для сбора отходов. Три года назад их было чуть больше сотни. Жители Перми часто обращаются к депутатам с предложениями по этой теме. И сегодня можно констатировать, что наконец-то раздельный сбор мусора в Перми стартовал в полную силу. Подобные акции, инициированные городскими властями, позволят жителям Перми поскорее привыкнуть к тому, что батарейкам и ртути не место в общем ящика для мусора, а у бумаги и пластика вообще может появиться вторая жизнь. Вторую жизнь бытовому мусору в Перми дают сразу несколько перерабатывающих предприятий, в том числе и буматика. У нас установлено специальное оборудование, которое позволяет отходы перерабатывать и получать уже готовую продукцию. Вот один из видов готовой продукции, это, например, тротуарная плитка, брусчатка. Это мы делаем так называемые пэтфлеки. Это пэтбутылка дробится, отмывается и дальше она уже отправляется на завод, который делает синтепон из нее. Если временные пункты по приему вторсырья придутся по нраву пермикам, то можно организовать их работу на постоянной основе. Для этого жителям достаточно выступить с инициативой в своей управляющей компании. Продолжение следует...